Моя подруга Аня потеряла мужа. Увы, рак на последней стадии не лечится. Аня обезумела от горя. Она проводила все время на кладбище, забыв обо всем и всех. Помочь Ане не мог никто. Однажды Аня снова пошла на кладбище. Для нее все было уже привычно, за исключением внезапно опустившегося тумана. Прошла к могиле и вновь стала плакать. Вдруг из туманок Ане вышел мужчина. Он сел рядом и спросил, кто здесь похоронен. Аня на эмоциях рассказала мужчине все о своем горе. Выслушав, мужчина ответила. Живые должны думать о живых. А о нем здесь есть кому позаботиться. Аня не восприняла его слова всерьез. И снова растворившись в горе, она даже и не заметила, как мужчина ушел. Ночью она нехотя пошла домой. Страшно кричали птицы, тревожно шумела листва. Нервно оглядываясь, она ускорила шаг. Вдруг сзади громко скрипнула сухая ветка. Она бросилась бежать, но споткнулась и упала прямо на чью-то могилу. С фото на памятнике на нее смотрел тот самый мужчина. Надпись на памятнике добила ее окончательно. Это был отец ее мужа, давно погибший от несчастного случая. С тех пор Аня на кладбище не появлялась, пока не скончалась сама и не упокоилась там, рядом с мужем.